Проверку никто не ждал, она сама пришла. Заметив съемочную группу, торговцы покидают насиженные места. Одни пешком, другие на автомобилях. Большинство из них пенсионеры. Что вырастили на даче, то и продают. Незаконно, хотя для них открыты льготные места. Хоть бы выделили где кусочек, такое место, чтобы мы сидели, нас никто не гонял, не трогал. Мы платили за место, за это. Ну можно же где-либо, по районам, если такого места нет много, но где-то в городе в одном, чтобы мы, пенсионеры, проходили и торговали. Торговля идет прямо с земли. Это грубейшее нарушение санитарных норм. Выход есть торговать там, где это разрешено. На городских рынках сотни свободных прилавков. А вот демонтаж незаконных ларьков потребовал много времени и усилий. Один киоск убрали за 10 минут, а на защиту соседнего прилавка встало местное бизнес-сообщество. Получив поддержку своих коллег, продавец проигнорировал законное требование освободить киоск. На просьбу показать разрешительные документы бизнесмены пригрозили позвонить знакомым в правительстве и парламенте Севастополя. Была договоренность Пономарева, Кирпичникова. Представьте документы, что я еще договорился. Все, я поняла. Теперь надо... Все, хорошо, сейчас мы позвоним Лобач и пригласим сюда. Вместо депутата законодательного собрания приехали общественники. Разбираться в законности торговой точки не стали. Сразу объявили о нарушении конституционных прав и выдвинули свои требования. Не нравится вам ларьки? Дайте нам землю под рынки, под торговые комплексы. Мы за внебюджетные средства построим эти комплексы и рынки. И будем работать, мы хотим работать. Нам ничего не дают, для нас нет регламента. Дайте работать. Никто ничего не просит у правительства создать условия. Чиновники, наоборот, нужны своей работой и деятельностью. Структурные подразделения правительства заботятся о людях. После долгих премий выясняется, документы на торговлю и землю у владельца прилавка действительно есть. Но срок действия разрешения закончился почти пять месяцев назад. Вы согласно действующему законодательству требованиям должны освободить территорию и дальше обращаться за продлением, за вновь или за другим местом. Где данные действия осуществлены? Где осуществлены данные действия? Позже владелец прилавка уступил законным требованиям. Убирать товары продавцы не торопились. Но киоск в любом случае отвезут на площадку хранения. При вывозе и демонтаже объектов данная процедура не лишает права предпринимателей их на эти павильоны. То есть любой предприниматель, подтверждивший нам право собственности на данный объект, имеет право их потом забрать с этой территории, ну естественно, платив определенный штраф. Работы по демонтажу незаконных прилавков проходят во всех районах Севастополя. Владельцы киосков могут легализовать свою деятельность. Сейчас в схеме размещения НТО свободно более тысячи торговых мест. Помогали вывозить незаконные торговые объекты Александр Тимофеев, Павел Булгаков, информационный канал Севастополя.